Мы, мамы, достойно поднимаем, как партия «Единая Россия» возглавляет наследство в детских выборах. Партия, которая не только не поддерживает, а всеми силами уничтожает слену достойного образования. В России более 2 миллионов детей не могут получить место в детском саду. При этом партия «Единая Россия» остается равнодушникой этой проблеме. За последние три года во всех городах страны мамы достойно поднимутся в детстве, в детстве, в детстве, в детстве, в детстве, в детстве. Надеюсь, что вы их учили, чтобы создавали... Допустим, выходит за 25 тысяч. Давай, пять бумажки! Снимай, плачь! Не будь намечать участие в детстве. Это партия «Единая Россия» Мама, мама, бабушка, доход, 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 доход. Распространит инфу. Ага. Олю. Олю. Продолжение следует... Которая запошляла нам денег, но не оплатила наш микрофон. Еще месяц назад я не мог представить, что в городе Герои Волгограде есть люди не политически безразличные. Спасибо вам за это. Я представляю российскую организацию «Демократический выбор». И 4 декабря мы сделали шаг вперед, потому что наблюдателей, коих было более тысячи человек, мы вместе сделали менее 50% партии жуликов и воров. И я считаю это большим достижением, большим достижением для того, чтобы мы одержали новую победу 4 марта на предстоящих, так сказать, в кавычках, президентских выборах. Я хочу вас призвать всех записываться в наблюдателей, записываться в наблюдателей о партии, кроме партии жуликов и воров. Вы можете непосредственно направлять заявки, как уже было сказано в начале, а также непосредственно от демократического выбора. Уже перспектива второго тура, такого, так скажем, кандидата царя, царя Путина, уже не выглядит столь безоблачной. И поэтому мы вместе должны одержать победу. Победу в виде поражения этого царя. Спасибо. Потому что мне радостно от того, что такое большое количество неравнодушных людей сегодня по всей стране собрались от пощадя и осуждает нашу власть за то, как она с нами поступила. Мы напоминаем президенту нашему, когда он говорит, что моя партия, мои люди, мои избиратели, мы хотим ему напомнить, что он является гарантом Конституции, и мы его люди, и мы его избиратели, и он должен защищать наши права, а не права членов партии Единая Россия. Мы хотим напомнить о том, что каждый голос, который участвовал в этих выборах, на самом деле решили вверх на обществе. Обидно, когда на обществе приходят люди, скажут, верните наши голоса, а спрашиваешь, а ты был на выборах? Нет, я не был. Вот это вот равнодушие, вот это нежелание прийти и высказаться, прийти и отдать свой гражданский долг, приводит к тому, что такие, как Чуров, Путин, и такие, как господин Игрейдов, тебя сфильмят. Потому что на самом деле, третьим людям наплевать на нас, наплевать на нас нашим губернаторам, потому что мы все единственные избиратели, это президенты. Они должны нравиться только ему, а не нам. Они нас не слушают, не видят. Я призываю всех поддержать политические партии, которые сегодня впадали в суды, впадали в прокуратуру и стараются вернуть свои голоса. Это принципиально важно для нас. Потому что кто чем-то, кто из-за колонки принес, кто микрофон, кто напечатал. Ну вот, просто пять человек. Кто раз креет, кто раз креет, кто раз креет, кто раз его человек в детском поднял. Партии Единая Россия. И когда они заявляют, что за ним проголосовала половина страны, мне кажется, у ребят плохо, и с мысной, и с мысной. Они меня и селся запутали, непонятные. Потому что на самом деле за них проголосовала максимум 15 рублей. Я никакой не к триме, не к триме, я пьяный, я плохой, не к центру. Поэтому надо требовать не только отставки Чурова, а отставки президента, который сегодня заигрывает с нами и говорит о том, что они готовы к политическим реформам. Что же вы, дорогие, после того, как вы взяли людей уже на площади, заставили не верить вам, теперь вы принимаете какие-то решения. Но мы все прекрасно знаем, что все эти послания, это послание никуда, послание в гости. Поэтому я призываю вас, поддерживайте нас, приходите на инфляцию, верните наши голоса, верните наши голоса. Верните наши голоса, спасибо.